Итоги понедельника 23 июля расскажут журналисты UETV. С вами Елена Вознесенская и в начале выпуска коротко о главном. Слушание дела перенесли за ошибки прокуроров. Арест продлили. Об итогах первого заседания, по сути дела, Павла Гриба. Картины о событиях на Майдане 2014 года в американских ресторанах. Чем привлекает посетителей тема революции достоинства. Сеанс смехотерапии. Как клоуны помогают реабилитировать детей во Львовской областной больнице Ахмадет. Фестиваль альпийского рога в Швейцарии. Как звучат одновременно 200 инструментов. Слушание по сути дела Павла Гриба в Ростове-на-Дону перенесли из-за технической ошибки прокуроров. Украинец останется под арестом до 22 октября 2018 года. Также в качестве доказательства обвинения в терроризме используют не оригинал, а перевод его переписки с девушкой из соцсетей. Адвокаты называют это фальсификацией. Подробности в сюжете Ольги Михалюк. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест Павла Гриба до 22 октября этого года. Дело украинского политузника российский суд вернул прокурору на доработку. Причина в технической неточности. В обвинительном заключении прокурор указал старую редакцию 205-й статьи Уголовного кодекса России о терроризме. Она предусматривала до 8 лет заключения. На эту ошибку прокуроров неоднократно указывали адвокаты. На предварительном слушании, которое проходили по делу, защита на это неоднократно обращала внимание. Однако по непонятным причинам в суд поступили неправильные документы. На заседание поехала мама Павла. Это единственный шанс увидеть сына, говорит отец Игорь Гриб. На свидание с политзаключенным родственников не допускают. По внешнему виду, который оценили люди, пришедшие на этот суд, Павел страшно исхудал. У него зеленоватый цвет лица. Ведь за всё это время он не получал никакой медицинской помощи. Находится под страшным прессом следствия. Он был избит при перевозке из Краснодара в Ростов. Украинец Павел Гриб 24 августа прошлого года уехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой познакомился в соцсетях. Домой не вернулся. В сентябре стало известно, его содержат в следственном изоляторе Краснодара. Со слов парня, его схватили неизвестные на автостанции Гомеля, а затем перевезли в Россию и обвинили в подготовке к теракту. Сейчас Павла Гриба продолжают удерживать в СИЗО в Ростове-на-Дону. Ольга Михалюк, Игорь Каркадым, ЮАИ-ТВ. Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Раздольнинский изолятор временного содержания. Там незаконно осужденный украинец будет знакомиться с материалами дела для подготовки к апелляции. Об этом ЮАИ-ТВ сообщил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгос. Сколько продлится предапелляционное ознакомление, решит суд. Балух просит по возвращению в СИЗО перевезти его в менее населенную камеру. Он просил его перевезти хотя бы в двухместную камеру, для того, чтобы был более щадящий режим для продолжения. Он же Голодовку продолжает. Потому что в общей камере там более 10 человек. И для человека, который находится в таком режиме Голодовки, это доставляет дополнительные нагрузки. Владимира Балуха в аннексированном Крыму российские силовики задержали в декабре 2016 года. Его необоснованно обвинили в хранении боеприпасов, позже якобы в избиении начальника СИЗО. По сфабрикованным обвинениям суд приговорил украинского фермера суммарно к пяти годам лишения свободы. Правозащитники заявляют, крымчанин стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Немедленно освободить украинских политзаключенных призвала Россию Великобритания. Об этом говорится в сообщении британского посольства на странице Facebook. Дипломаты выразили глубокую обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, который голодает 71 день, и Владимира Балуха, который не ест уже 127 дней. В посольстве подчеркнули, украинцы находятся в тюрьмах Кремля из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма. Четыре обстрела позиции объединенных сил с начала суток совершили оккупанты, сообщают в пресс-центре штаба. Боевики применили ручные противотанковые гранатометы. Украинские военные полностью контролируют ситуацию и соблюдают режим прекращения огня. Четвертую годовщину освобождения от боевиков отпраздновали жители Попасной Луганской области. В 2014 году операция длилась 4 дня. При освобождении города бойцы Вооруженных сил Украины и батальона спецназначения Национальной гвардии уничтожили более 100 террористов. В городе провели выставку военной техники и вооружения, а всех желающих угощали солдатской кашей. И хотя Попасная находится всего в нескольких километрах от линии разграничения, в городе мирная жизнь. Работают предприятия и школы, восстанавливается инфраструктура. Уменьшить количество торговых операций с российскими портами, ограничить заходы российских судов в украинские гавани. Такие санкции против РФ готовит Украина из-за блокады Азовского моря. Министерство инфраструктуры Украины инициирует проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны по данному вопросу. В мае Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море из-за проведения учебных стрельб. С конца апреля российские пограничники задерживали украинские суда в Азовском море более 100 раз. Шесть военных кораблей стран-членов НАТО прибыли в порт Одессы. Они будут мониторить обстановку в Черном и Азовском морях. Эскалация конфликта с Россией в территориальных водах Украины вынуждает Альянс усилить свое присутствие. В Одессе корабли пробудут около недели. Вместе с украинскими коллегами моряки Альянса проведут учения в открытом море. Мы прибыли в Одессу, чтобы усилить Черноморский регион. Мы ощущаем здесь наращивание военного российского присутствия после захвата Крыма. Позиция НАТО остается неизменной. Действия России в Крыму незаконны. Картины о событиях на Майдане в 2014 году можно увидеть не только в галереях, но и в ресторанах Нью-Йорка. Почему так популярна тема революции достоинства в США, узнавала наша Юлия Башко. Мы выдаем специальное меню. В нем наш посетитель может увидеть, что сегодня – борщ или капусняк. Этот ресторан в Нью-Йорке Николай Дробенко открыл несколько лет назад. В нем подают блюда французской, итальянской и даже украинской кухни. Я научил своих поваров, которые не украинцы, делать все. Они могут готовить голубцы, налистники, борщ, капусняк. Николай Дробенко создал в своем ресторане частицы Украины. В углу стоит дидуха берег из соломы, на стенах – полотна с украинскими пейзажами. Самая популярная картина, возле которой останавливаются практически все посетители, – о событиях на Майдане в 2014 году. Я хотел показать Украину людям. Многие приходят и украинцы, и неукраинцы. Спрашивают, что это за флаг, что это за площадь, огонь. Американцы, я считаю, должны больше знать, что у нас происходит. Николай Дробенко продолжает семейное дело, которое начали его родители. Много лет назад они эмигрировали в США, даже не представляя, чем будут заниматься. Когда мы приехали сюда, я был еще маленьким. Мы поселились на 8-й улице в Манхэттене. Мама устроилась на работу в один ресторан, стала готовить там. Потом, в 1986 году мы выкупили его. Позже купили второй ресторан – третий. Они не знакомы друг с другом, но так же, как и Николай Дробенко, Александр Герцман начинал в США с нуля. Успешный украинский архитектор переехал в начале 90-х. Однако от продолжения карьеры пришлось отказаться. Я, собственно, приехал сюда в 92-м году. И я приехал, так сказать, как турист. И я решил остаться. Потому что мне казалось, что после путча против Горбачева опять начнется коммунизм. Уже более 20 лет Александр Герцман помогает украинским художникам выставлять картины в США. В шутку называет себя пропагандистом национального искусства. Сейчас в его галерее работы украинцев Николая Бабака и Евгения Матвеева. Шесть картин про шесть самых страшных дней Майдана. Это, наверное, одна из самых сильных работ всей серии. Потому что она как раз показывает тот день, когда люди уже были убиты. И когда, в общем-то, на площади не лежали. Многие не знали, кто убит, кто жив. Вот приезжали матери, приезжали родные, приезжали друзья и искали, есть ли там мой сын или мой муж или мой брат. Украинский зритель эту серию работ о Майдане еще не видел. В Нью-Йоркскую галерею их доставили сразу же из мастерской. И еще, что называется, не успела высохнуть краска. Майдан – это уже выставка сама по себе. Для многих людей интересная история Украины. События 2014 года стали для Александра Герцмана переломными, после которых ему захотелось рассказывать об Украине в США еще больше. Было желание поддерживать, было желание об этом говорить. Было желание, что я делал, мои друзья делали, мы рассказываем американцам, что происходит. Потому что многие тоже не могли понять, что происходит. Вроде бы свободная страна, и как-то могут убивать. Поэтому нужно было объяснять и рассказывать. Рассказывать об Украине, быть ее голосом здесь, в Америке, они выбрали просто, потому что не могут молчать. Особенно сейчас, когда на Донбассе идет война. США должны знать, что Россия – страна-агрессор. Наши ребята там гибнут, за нашу Украину. Так жаль, потому что Украина оказалась в настоящей войне. И, конечно, я рад, что Америка, я сейчас гражданин Америки, я, конечно, рад, что Америка поддерживает Украину. И, в общем-то, борется за ее интересы. Вот, конечно, это очень важно. Вот, и хочется, конечно, чтобы в результате Украина не только просила поддержку, но стала достаточно независимой. Из Нью-Йорка Юлия Башко, Тимофей Сорокин, ЮЭй ТВ. Почти 5 миллионов долларов на поддержку женского движения в Украине выделит Канада. Об этом заявила министр по вопросам международного развития и франкофонии Канады Мариколд Бибо. Деньги перечислят Украинскому женскому фонду. Женские правозащитные организации и локальные женские движения являются основными агентами изменений в улучшении защиты прав человека, демократии, мира и экономического роста. Вот почему я рада сообщить о том, что Украинский женский фонд был избран для реализации канадской инициативы на 4 миллиона 750 тысяч долларов для укрепления женского движения здесь, в Украине. Великобритания может покинуть ЕС без согласования с европейскими странами. Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант после переговоров с немецким коллегой Хайка Маасом. В Рюсселе и Лондону не удалось уладить разногласия относительно нового торгового соглашения и регуляции единственной сухопутной границы Соединенного Королевства с ЕС между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Британские законодатели настаивают на жестком плане Брексита без создания общего свода правил с европейскими странами. 41 градус по Цельсию зафиксировали в японской префектуре Сайтама. Из-за высокой температуры тысячи людей обратились в больницы за помощью. Такие температурные показатели в стране держатся с 16 июля. За это время от теплового удара погибли 65 человек. Более 20 тысяч госпитализировали. В городе Якогама жители обливают водой тротуары, чтобы снизить температуру. Чувствую себя намного лучше. Это отличная идея использовать воду, чтобы снизить температуру на улице. Солнечный свет очень сильный и тротуары быстро нагреваются. Акрополь и Парфенон окутаны дымом. В Греции к западу от Афин вспыхнул пожар. Огонь быстро распространился по лесу и небольшим поселкам. В населенных пунктах сгорели десятки домов. Перекрестки несколько, прикрыты несколько трасс. Не работает железная дорога. К тушению пламени в регионе привлечены 4 самолета и 2 вертолета. На земле с огнем борются 110 пожарных. Информация о пострадавших не поступала. Киевская «Динамо» борьбу в нынешней Лиге чемпионов начнет с третьего раунда квалификации. Соперник – серебряный призер чемпионата Чехии «Славия». С третьего раунда квалификации в Лиге Европы стартует и Луганская «Заря». Она встретится с португальской «Брагой». А футбольный клуб «Мариуполь» во втором раунде помереться силой со шведским Юр Гордон. Если все сложится успешно, то следующим оппонентом мариупольской команды станет победитель пары Бордо-Франция-Венспилс-Латвия. Шарики, фокусы и мыльные пузыри. В рамках благотворительного проекта «Больничная клоунада» во Львовскую областную больницу «Ахмадед» в гости к детям пришли клоуны. На сеансе смехотерапии побывали и наши корреспонденты. Клоунский мастер-класс для группы львовских новичков проводили ровенские активисты в программе «Базовые принципы смехотерапии». Чем больничный клоун помогает – это поднять моральный дух. Это работа не только с детьми, а работа с родителями, с медперсоналом. Тогда лечение проходит легче. На занятии учились выражать эмоции без слов с помощью мимики и жестов. Николай – программист. Когда увидел объявление в Фейсбуке о наборе в группы больничных клоунов, записался сразу. Любой человек, который болеет, а особенно ребенок, когда он один в четырех стенах со своей болезнью, это очень трудно для них. Они хотят радости. После однодневного занятия львовские клоуны пошли к детям. Пациент Ахмадеда с разными диагнозами. «У вас здесь микрофон немного грязный». «Дети очень рады с нас принимают». «Дети приняли нас очень радостно. Мы сразу включились в работу. Хотя, возможно, не все так происходило, как мы планировали. Но атмосфера здесь замечательная. Эмоции переполняют. На душе стало так радостно». «Я хочу быть в будущем барабанщиком и гитаристом. Супер! Мне понравились пузырьки и шарики». В больнице клоуны провели два часа. Это первая подобная акция во Львове. В планах посетить пациентов других учреждений города и детдома. Юлия Абиль, Вадим Дмитриев, Львов, ЮЭТВ. Более двухсот горнов слились в унисон на самом масштабном международном фестивале альпийского рога. Он состоялся в Швейцарии. За звание лучшего боролись музыканты Франции, Германии, Швейцарии и Японии. Насладиться звуками горна приехали более трех с половиной тысяч туристов. Как проходил музыкальный конкурс в сюжете Анжелы Лешко. На высоте двух тысяч метров над уровнем моря на горе Тракуэ протяжные звуки сотен альпийских горнов. Крупнейший в мире фестиваль этого швейцарского народного духового инструмента проходит здесь уже 17-й год подряд. Длина альпийского рога 5 метров, поэтому играют музыканты только стоя. Это волшебство, потому что звук альпийского рога действительно захватывает. От него мурашки по коже. И когда мы играем вместе, это прекрасно. Этот инструмент в своей естественной среде. Идеальное место. Это такое удовольствие играть и делиться эмоциями как самим собой, так и с аудиторией. В фестивале участвуют 200 музыкантов. Соревнуются за звание лучшего виртуоза. Судьи сидят в закрытых палатках. Конкурсантов не видят, а только слушают музыку, чтобы оценивать беспристрастно. За соревнованиями наблюдают более трех с половиной тысяч туристов. Мы проехали две тысячи километров. Это что-то удивительное. Мы приезжаем всей семьей с моим парнем, который впервые узнал, что это такое, и с отцом, который знает о таких фестивалях с детства. Это очень трогательно. Изначально альпийский рог использовали пастухи, чтобы загонять скот. Также с его помощью предупреждали жителей долин об опасности. Позже его стали использовать как музыкальный инструмент. Сейчас в Швейцарии на Альпхорне играют около четырех тысяч жителей. Анжела Лешко, UATV Актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.ua Таковы итоги уходящего дня. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь с UATV. Субтитры создавал DimaTorzok